Всем привет! Вы на канале Малэфисента. И сегодня я буду проверять один рецепт. И мы будем делать прозрачный слайм. Мне очень интересно, он работает или нет. Выглядит как обычный, но у меня никогда не получаются прозрачные слаймы. Вот и проверим. И кстати, перед тем как мы начнем, не забывайте подписываться на канал Малэфисента и ставить лайки, писать веселые комментарии, ну и конечно же нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать ни о дому новое видео. А я сегодня такая прям разноцветная, веселая. У меня пижама с единорогом и носочки с оленями. Почему я так одета в пижаму? Потому что я приболела, у меня очень болит горло, но сейчас не об этом. А о том, как я буду проверять рецепт. Для этого нам понадобится очень мало ингредиентов. Это мыльные пузыри, лопаточка, тарелочка, активатор и прозрачный клей. Ну что, первое, что нам надо сделать, это конечно же налить клей. Берем и наливаем. Так, очень хочу, чтобы этот рецепт был хорошим. Так, вот так думаю будет достаточно. Дальше я должна перемешать. Так было сказано в рецепте, чтобы немного пузыриков было. Ну, думаю достаточно. Теперь надо добавить мыльных пузырей. Тоже немного. И вымешивать. В воду можно добавлять по желанию, но я не очень хочу. Перемешали. Ну и теперь самое главное, это активатор. Вот такой простой рецепт в этом слайме. Такой беленький становится. Этого всего не будет. После того, как слайм наш настоится. Вот что меня удивило. Зачем ему настаиваться? А для того, чтобы у него ушли пузырики. И он станет прозрачным. Так, добавим еще активатора. Активатор можно использовать любой, который есть. Я использую, конечно же, проверенный тетраборат натрия. А слайм у нас уже загущается. Мешаем, мешаем, мешаем хорошенько, чтобы не перезагустить. А то размягчать этот слайм будет плохо. Взлюбная паста тоже имеет цвет. А нам надо, чтобы он был прозрачным. Без цвета. Вот он уже начинает тянуться. А я вымешиваю. Слайм сейчас белый. Но по идее, когда он настоится, он должен быть прозрачным. Ладно, ребятки, посмотрим, получится он у нас или нет. Рецепт хороший. Не обманули ли нас? Посмотрим. В процессе перемешивания я добавлю воды, как и было указано в рецепте. Он такой первомутровый какой-то. Очень красивый цвет. Ладно, ребятки, добавляем немного воды. А то консистенция какая-то не очень. Немного добавим. И мешаем. Сейчас надо его брать в руки. Возьму немножко смочу в активаторе руки, чтобы не так лип. И сниму все с палочки. Вымешиваем. Я чувствую, что слайм какой-то пултенькой. Это надо перемешать хорошенько. Уже отлипает от сена. Собирается вот так. Это означает, что он уже почти готов. Пора брать в руки. И мешаем паучинкой. И мы должны это все вымешать. То есть я вымешиваю, а вы смотрите. Я хочу проверить этот рецепт, чтобы вы не делали ошибок, если этот рецепт плохой. Но чего-то он вообще не похож на прозрачный. Как будто на белой основе. Ладно. Мне кажется, это из-за пузыриков. Ребята, посмотрите, какой слайм получился. Такой первомутровый, переливается. Но он белый. Нам надо это исправить. Мы берем коробочку и ложим его в коробочку. Убираю все с рук. И он немного липнет. Думаю, когда он настоится, он перестанет липнуть к рукам. Так, закрываем и ждем, пока он настоится. Встретимся, когда он уже настоится. Ребятки, уже прошло 24 часа, то есть целый день. Давайте посмотрим, что произошло с нашим слаймом. Он, видите, какой-то мутный, серого цвета. Я думаю, что рецепт не работает, потому что в рецепте указано было, что он будет полностью прозрачный, как вода. Но он не прозрачный. Давайте проверим, какой он на ощупь. Вытаскиваем. Вау, он очень мягкий и прикольный. Когда его растягиваешь, он растягивается почти в прозрачную пленочку. Хрустит. Немножко липнет. И кликает. Но вообще, мне результат нравится. Но хотелось бы, чтобы он был кристально прозрачный. Но все равно, когда его вымешиваешь, появляется больше пузыриков. И на свету он очень красиво переливается. Он очень красивый, но не прозрачный. И похоже на баттер слайм. Давайте попробуем сделать с него пузырь. Мне надо закатать рукава. Не получается чего-то. Мне кажется, что этот слайм баттер, и из него пузырь не получится. Давайте попробуем немного растянуть. Не получилось. Давайте пробовать еще. Снова не получилось. Давайте я опущусь пониже. Снова не получилось. Я не знаю, пузыри у меня с этого слайма не получается. Так что, ребятки, я могу сказать, что этот рецепт плохой. Он не работает. Но если я думаю, не взбивать и не добавлять мыльных пузырей, то он может и получится. Ну, не знаю. Обидно, конечно. О, а вот и пузырь был. Ну, вообще, слайм крутой, но не прозрачный. Ладно, ребятки, а на этой прекрасной ноте я вам скажу всем пока-пока. Если вам понравился этот слайм, ставьте лайк, пишите в комментариях. И всем пока. Пока-пока. Пока-пока.